Алматы уверенно удерживает статус главного туристического центра Казахстана. За шесть месяцев этого года мегаполис принял более миллиона гостей. Это четверть всех туристов, посетивших страну. Какой доход от туризма поступил в городскую казну и как развивается туристическая отрасль в южной столице, в обзоре деловых новостей расскажет мой коллега Дияс Махамбетов. Дияс, что так привлекает туристов в мегаполис и какие места стоит посетить каждому? Алия, успех, нужно сказать, закономерный. Со времен окончания коронакризисного периода показатели неуклонно растут вверх. Но обо всем по порядку. К примеру, по данным Бюро национальной статистики, за первые полгода в казахстанских гостиницах и отелях остановились почти 4 миллиона человек. Причем чуть больше миллиона из них приехали именно в Алматы. Это чуть больше четверти от общего числа туристов. Другие крупные туристические центры страны Астана и Шимкент заметно отстают. В столице побывали 677 тысяч человек, однако многие из них приехали по долгу службы. На третьем месте Шимкент. По вкладу в экономику страны Алматы вновь на первом месте. Объем оказанных услуг достиг 43 миллиардов тенге. Это треть от общего объема в 121 с лишним миллиард тенге по стране. Второе и третье место у Астаны и Акмолинской области. Алматы остается привлекательным для туристов не только благодаря своим природным красотам, но и активной работе по продвижению городских дестинаций, в том числе и через инфоцентры «Визит Алматы» и «Алматы Туризмбюро». В первую очередь мы нацелены на диджитал продвижение, то есть сюда относятся таргетовая реклама, маркетинговая компания отдельная. Это дает большие результаты. В этом году, допустим, мы были представлены на «Экспиде» и на «Трипедвайсеры», что дало нам возможность увеличить количество продаж туров именно в город. Хотелось бы отметить, что за последние годы у нас в городе открылись ряд туристических объектов, такие как в горах, открылись новые глэмпинги, была открыта новая гостиница. В целом у нас в городе ведется системная работа по увеличению туристской инфраструктуры. К примеру, на сегодня у нас ведется строительство 8 гостиниц и проектирование 20 гостиниц. Это порядка 3900 номеров. Диас, получается, нынешний год стал самым посещаемым в сфере туризма мегаполиса. И туристы из каких стран чаще всего приезжали в Алматы в этом году? Ты знаешь, Илья, не берусь утверждать, поскольку год еще не завершился, но показатель прошлого года остается пока самым рекордным. В 2023 году Алматы посетили более 2 миллионов человек. Такой большой численности официально зарегистрированных туристов у нас в городе за последние 5 лет еще не наблюдалось. Да и объем оказанных услуг превысил 74 миллиарда тенге. Эти данные лишь частично показывают ту финансовую выгоду, что получает город от туризма. Помимо гостиниц, на туристах зарабатывают авиакомпании, аэропорты, туристические фирмы, заведения общепита, производители сувенирной продукции и многие другие. Приведу еще одни наглядные цифры. По данным Управления туризма, в гостиницах Алматы побывали 40,5 тысяч резидентов из Китая. Это третий показатель после России и Индии. Причем поток граждан из Поднебесной показывает значительный прогресс из года в год. Всего за этот год Алматы посетили 302 тысячи иностранных туристов, что на 15 с лишним процентов больше периода прошлого года. Словом, цифры красноречивее любых слов. Как видим, популярность Алматы среди зарубежных туристов продолжает расти и город становится все более привлекательным и на международной туристической арене. Алья, тебе слово. Алматы с каждым годом становится все краше и привлекательнее как для горожан, так и для гостей города. Спасибо, Диас, за подробную информацию. С деловым обзором нас ознакомил мой коллега Диас Мохамбетов.